здорово народ с вами варчик в этом видео с вами поговорим про донатик с 29 апреля по 29 мая это получается у нас целый месяц умеет считать целый месяц мы можем покупать какие-то там редкие прям танчики и в этом видео я вам расскажу какие стоит покупать какие не стоит а в общем и целом уже кто-то побежал писать комментарий шум не надо вообще донатить плохая картошечка это все понятно картошка плохая разработчики такие же игра не развивается все плохо все ужасно но кто-то же пойдет это покупать по-любому поэтому я в этом видео расскажу что стоит покупать а что нет на самом деле в этом списке не так уж много классных танков большая часть прям танка вообще честно говоря не нужна в абсолютно вашим ангаре и вообще ни в каком и всего пару прям танка который просто норм имбовые классные танки здесь всего лишь пару штук это не низкоуровневые прям лютой им бы 8 левела здесь нет здесь есть просто пару нормальных восьмерок пару хороших шестерок в целом все всего представлено нас 12 прям танков и в названии написано что это машины для коллекции но уже в принципе понятно что и по названию по содержанию что тут продают тут все прям танки но такое не для нагиба реально больше для коллекция коллекционеров я считаю в этой игре тех кто коллекционирует прям танки немного с прибабахом вон на улице уже весна солнышко хорошая погода после зимы купите себе фруктиков там витаминчиков после зимы пополните вот эта коллекция коллекционируйте витамины нахрен вам эти пиксели в ангаре коллекционировать тем более что большинство из них но ни о чем а тут и польза какая-то будет ну давайте рассмотрим уже наконец-то такое длинное вступление что же там продают 12 прям танков из них почти все ни о чем я на всех на них играл кроме panzer конфаген 38 h 735 f а может даже играл когда-то давно лет 10 назад какая-то срань второго уровня я даже не рассматриваю это как танк просто пропускаем а на всех остальных в принципе я играл и так защитник сразу на первом месте у нас стоит защитник наш с вертухи убивать ехать броня все вот это вот но на самом деле я вам так скажу место защитника лучше приобрести когда это будет возможно двустволку объект 703 во первых он по броне лучше защитника во вторых у него лучше стабилизация с него легче стрелять на нем легче танковать у него еще и мини барабан получается на два снаряда залпом на двустволки стрелять не надо просто у тебя есть два снаряда которые по очереди заряжаются все это мини барабан такой максимально кайфовый по сравнению с защитником защитник тоже сильный танк но в целом лучше приобрести двустволку а защитник во первых там очень кривая пушка орудия просто фу стабилизации нет вообще прицел на весь экран да я взял на нем три отметки на канале есть видос вы можете посмотреть если вдруг вы приобретете вот это чудовище и захотите на нем что-то поиграть обязательно посмотрите видос в плейлисте гайд после трех отметок открываете смотрите понимаете чё за танк как играть поэтому вот танчик конечно бронированный танчик конечно с альфой с нормальным пробитием но кривущий обзора маловато конечно же ну и лючки на башне такой себе танк сильный но не имба я бы уже имбой не называл потому что есть танки поприятнее но довольно таки неплохой по результатам на нем играть можно но какой же он некомфортный переходим к следующему танку и 75 т.с. этот танк я сразу не рекомендую вообще во первых он очень большой там просто огроменный танк на нем тяжело танковать брони не сильно то вообще густо я бы сказал ее мало при этом есть уязвимые зоны даже просто во лбу башни он весь какой-то дырявый неудобный пушка тоже кривая и в целом танк не очень получается он слабоват да на нем тоже можно набивать результат но он некомфортный неприятный и броня фу поэтому этот танчик я не рекомендую не в первую очередь покупать не для фарма не я не знаю реально вот здесь танки собраны какие-то уже отсталые немного реально как будто бы для коллекции как и написано в названии в целом этот танк тоже нафиг не надо только если уже ну просто денег некуда деть танк просто чуть выше среднего но на нем тяжело и неприятно играть тигр 131 это просто обычный нормальный танк шестого уровня дпмная пушечка брони практически нет нормально там с обзором со скорострельностью дпм некий такой хп шик у него там многовато но в целом это обычный танк просто поездить пострелять на шестом левеле там каждый бой с тремя артами конечно балансировщик там на низких валах то еще фигня зачем этот танк покупать тоже непонятно он максимально обычный в нем нет никакой необходимости т26 е3 игл 7 многим танчик нравится но мне честно ранее нравится все зависит опять же от балансировщика против семерочек может он еще и норм но вся беда в том что он медленный он абсолютно медленный он никуда никогда не успевает может сейчас когда поставишь турбонагнетатель еще и получше будет чем раньше но в целом так мне никогда не нравился по параметрам он во всем лучше чем любой st7 но один параметр в подвижности маневренности он проигрывает всем поэтому то что у него остальные параметры лучше ты ими воспользоваться не можешь потому что ты никуда не успеваешь мне такое не нравится но некоторым игрокам нравится я бы этот танчик тоже особо не спешил покупать чазил фьюри обычный какой-то танчик ватный с пушечкой 6 уровня звезд с неба не хватает просто максимально обычная на нем что-то немного поиграл он не как-то вообще никуда не зашел не понимает зачем он сама с.м. вот этот танчик уже можно взять из всех восьмерок которые есть на продажу по этой акции это наверное самая интересная восьмерка тем более сейчас можно на него турбонагнетатель поставить ездить быстрее это единственное почему мне не нравился раньше этот танк потому что он медленноватый был не успевал с турбонагнетателем он успевает хорошо ездит очень комфортный приятный барабан быстро перезаряжается брони нету в башне вообще танковать нам и не надо выехали где нужно барабан раздали и все танк хороший можно взять тайп 59 легендарный написано на самом деле это обычный танк и сейчас балансировщик не особо лояльно относится к льготным танкам поскольку на льготах почти никто не играет если вы будете играть на льготных танках скорее всего за врагов льготных танков не будет вы уже изначально будете тянуть на днище свою команду присутствием своим на льготном танке поскольку льготные танки изначально слабее по параметрам чем обычные восьмерки тайп 59 обычно едет немножко есть брони в корпусе немножко в башне нулечки пробивается да и корпус не так уж сильно танкует пушка кривоватенькая пробитие обычное честно говоря я ничего такого сверх естественного сейчас в 2021 году в этом танке не вижу именно чтобы играть он максимально обычный он вообще не имба прям смысл сломя голову лететь его покупать нет вообще такого может лет десять назад это был один из лучших танков офигенных но сейчас это просто обычный танк вообще на и обычнейший type 64 6 уровня лтшка со скорострельной пушечкой танк довольно таки сильные минуса у него два медленно поворачивается башня и у него нет брони вообще нигде поэтому ездить быстро по карте менять позиции с кустика в кустик настреливать урончик чуть-чуть подсвечивать в принципе активно играться на шестом левеле самое но но это уже для тех кто умеет играть для тех кто не умеет дальше будет следующий танк 50 тп прототип обычная восьмерка убийца защитника которая не убивает защитника броня дряхленькая пушка корявенькая пробитие обычная в принципе может чуть-чуть выше среднего но в целом вы этого не особо заметите броня есть только в башне это такая против одноклассников в целом этот танчик в первую очередь брать для фарма не стоит для новичков тоже не подойдет видос после трех отметок на него есть можно открыть посмотреть но в целом танк простой по геймплею простой по параметрам он не имба не говно обычный танк просто ездишь альфу даешь не подставляешься все на нем особо много приема у каких-то тактических в рандоме не исполнишь потому что у него проблемы с броней особо никуда подставляться нельзя просто выезжаешь даешь бесплатно альфу и все больше ничего не может просто ездишь и стреляешь в целом танк максимально обычный т34 85 руди это вот та шестерка которая очень классная немножко в нем есть брони и для новичков этот прям танчик подойдет в самый раз если сравнить его с тайпом 64 поскольку на нем будет намного легче играть он рикошетные на нем можно ромбики маленькие выставлять от башенки там играться накидывать урончик танчик приятный хороший ну и последний танк воинственный викинг лансен c этот танк тоже не имба но довольно таки неплохой на канале тоже есть видосик да и в принципе по всем тут практически танкам есть видосики можете посмотреть я играл на этом танке как заменитель лт на просветлен очках там всяких накидывал урончик от дпм от рельефиков от кустиков менял позиции пытался иногда подсвечивать когда лтшки сливались я вполне себе мог заменить лт но не полноценно просто так пассивно занимал позиции и подсвечивал врагу а лтшки у нас каждый бой сливается поэтому танчик довольно таки эффективный получался единственно что у него проблемы со стабилизацией пробитие чуть чуть ниже среднего но это компенсируется якобы дпмом он очень быстро стреляет хорошие увн и максималки немножко не хватает и 0 брони раз в году маской отбивает в принципе танчик неплохое но с нюансами вот такие танки сейчас продаются целый месяц и будут продавать на самом деле из этого всего особо-то и нечего брать особенно если у вас уже есть что-то хорошее а вот если у вас ничего нет вообще то есть шестерок можно взять руди или тайп 64 из восьмерок я бы взял сома sm на крайняк лансенцы ну а если бы вместо защитника продавали 2 столку вообще было бы норм а так в принципе больше тут особо брать то и нечего сам был арчи карать красиво всем пока